Здравствуйте, с вами Игромания Утром и Аня Барславец и Федя Кокарев. Это нездоровый чихачок. И Федя Кокарев, не знаю. Отлично, а также, это уже какая-то каналья, а также за кадром замечательный Дим Кудряшов, вот. А Васи Копейкина нет, его вообще нет. Как и Леша Шинькова, я полагаю. Да. Давай еще, и Богдана Рождественского. Ты хочешь, чтобы я продолжила эту линию? Да. Я не знаю, у кого еще нет. Всех нет. И Деда Мороза, на всякий случай. Вот это ты... Зря. Зря. Серьезно. Я просто поверил, да? Черт. Ладно, давай начнем новости. Да. Начнем, как у нас принято с... Начнет мужчина. Ну, потому что, как бы, понятно, кто, где главный и как это все работает. Я не понял, что еще не происходит такое. Соберите пазл и получите жетоны для парка развлечений Мир Windows Store. Это мы опять про наш конкурс, в рамках которого мы сделали специальный тематический парк развлечений у себя на сайте. Вот. Там стартовал очередной мини-конкурс «Собери свою игру». Его можно отыскать на карте парка в зоне, посвященной рекорд. Там, если че, у нас тематические зоны, посвященные разным играм, там всякие интересные активности. Вот. Они показывают лицо человека, который удивляется и радуется, когда попадает в этот тематический парк развлечений. Вот. Все, кто гулял по пустынному постапокалиптическому миру рекорд в сопровождении робо-щенка, могут подтвердить. От некоторых из тамошних пейзажей глаз не отвести. Мы не удивимся, если скриншоты красивых локаций украшают ваш рабочий стол или висят на стене, распечатанные на принтере. А вот мы решили их разрезать на мелкие кусочки. Но не волнуйтесь, с ними все в порядке. Ну, разумеется. Просто там суть такая, что нужно собрать, как в головоломках, которые мы все любим, из-за кусочков в иллюстрацию, как она была. И тогда вы сможете получить монеточки. Да. Монеточки, жетоны, как в любом парке, вот в этих во всяких аркадах. И потом на эти жетоны можно будет выиграть консоль Xbox One, смартфон Lumia, скидочную карту Windows Store и много всего другого. Мне очень нравится, что опять у нас всего четыре представлено приза. Три названо, а четвертый – это много всего другого. Да. Это очень странно. Нет. Это похоже на преувеличение. Ни в коем случае. Нет-нет. Да. Еще секретный приз? Да. Друзья, вот это вот большой спойлер. Вас ждет еще и секретный приз. Нас не все смотрели неделю назад. Секрет. А сейчас смотрят все. Да. Которых нет. Кого? Никого. Никого нет. Ну да, точно. Состоян забываем. Ну вот теперь уже вторую новость можно отдать Ане. Это та, которая написана достаточно вскользь упомянуть о ней? Нет, другая. Дальше. Я все-таки упомяну вскользь. А, кстати, да, очень хотела потом ты немножечко вскользь, а я нормально расскажу про то, что у нас завершился турнир по Доте 2. И, друзья, внезапно я не следила за этим турниром. Честно вам вот признаюсь, не следила за этим турниром. Что происходит? Вы можете перестать тут мельтешить? Я забираю твое внимание. Так вот, друзья, завершился турнир по Доте. был вот финал 13 декабря, если я не ошибаюсь. И теперь мы можем назвать наших победителей. Петь, а для того, чтобы назвать наших победителей, мне нужен ты, потому что я как дурак читаю никнеймы людей. Я еще хуже. То есть ты меня так подставляешь просто. Да, вот еще, вот, в общем-то лучшим игроком турнира стал Смаул. Смаук. Смауш. Я бы, я бы сделал так. CMAUJ1. Отлично. Из команды Team Dragon Balls. Вот. Отличное название. Команды. Прекрасное аниме. Отличный выбор. Классика. Вот. Собственно, у него лучший КДА. И за то, что он был таким крутым, он получил клавиатуру, гарнитуру, игровую мышь и целый коврик. Вот. А остальные получили куски коврика. Нет. Ладно. Ну хотя, учитывая, что призы остальные мы выдавали на команду, возможно, им пришлось поделить коврик, и каждый получил по небольшому кусочку. Но нет. На самом деле там ровное количество призов. В каждой команде по пять, как и полагается. И теперь мы назовем лучшие команды, которые вот как раз поделят между собой главные призы турнира. Игроки команды Tarantula Gaming. Привет. Если я не ошибаюсь, Игорю Звереву, руководителю Tarantula Gaming. Здравствуй. Твои ребята молодцы. Поздравляю. Эти тарандулы получат пять игровых клавиатур Razer Black Widow Хрома. Следующая команда, которую мы решили отметить, это бойцы Ну Как Решили. Они просто даже не до финала, они классные. Они сами решились, как бы все сделали. Бойцы команды Goose Gaming. У них гусь на эмблеме. Гусь, гусь. Они станут владельцами пяти игровых гарнитур. И, наконец, команда Disband. Им мы вручим пять наборов Razer. Как это читается? Аня, давай, давай. Помоги мне, вытащи меня из него в кой ситуации. Я бы сказал, что это типа Cynosa. Cynosa. Про банду. А мне, кстати, у этой команды больше всего нравится название. Даже несмотря на то, что мне очень по душе гуси. Потому что называть команду Disband – это много самоиронии. То, что нужно. Вот. Но это еще не все. Ты просто сбил меня с мысли. Мы обещали подарки самым удачливым болельщикам и готовы их вручить. По итогам розыгрыша среди всех тех, кто зарегистрировался в качестве зрителя, игровые мыши Razer Abyssus, наверное, получат следующие болельщики. А вот теперь помогай мне. Табалуга. Табалуга. Наверное, или Табалуга. Точно. Табалуга. Константин Никонов и Антон Афанасьев получат призы, потому что они самые удачливые болельщики. Все, кто болел, молодцы. Все, кто играли, молодцы. Все молодцы. И мы тоже с Федей молодцы. Перейдем к следующей новости. Потому что мы молодцы. А следующая новость у нас из нашей постоянной рубрики про халяву и про всякие интересные вещи, которые происходят в сети. Здесь, собственно, мысль такая. Вот недавно The Division довольно здорово перелопатили, добавив туда режим выживания, из-за чего игра преобразилась полностью, если играть в этот режим. И если вы до сих пор сидели там на заборе и помните все эти споры, склоки вокруг выхода только The Division, или если вы там забросили игру и не смогли убедить своих товарищей, что стоит ее попробовать, вот сейчас с 15 по 18 декабря на ПК, наконец-то на ПК, бесплатные выходные в The Division. Так что можно попробовать там со своей девушкой, бабушкой, соседом по лестничной площадке. А почему ты назвал в первую очередь девушек бабушек? Потому что бабушек нужно любить. А девушек? Мы выяснили, что они не любят свою бабушку. В смысле? Я люблю обеих своих бабушек? Да! Бабуля, я вас очень люблю, вы это не смотрите, но знаете. А это все какие-то грязные инсинуации бородатого чувака с буквой Х на груди. Ничего, вообще, с реальностью... Это отличная формулировка их слова. Просто когда тебе что-то говорят, это просто инсинуации бородатого чувака с Х на груди. Ты сразу понимаешь, что это бред какой-то. Вот именно. Вот и все. Вот мы и разобрались. Я, пожалуй, следующую новость озвучу. Давай. Трилогия Биошок получила поддержку обратной совместимости. Друзья, теперь владельцы Xbox One смогут поиграть во все три части Биошок. Там были внесены... Что ты улыбаешься? Я просто улыбаюсь. Мне улыбаться нельзя. Да нет, продолжай. Ограничения со всех сторон. Извините. Если они у вас уже были в магазине, они тут же, собственно, вы сможете в них поиграть на Xbox One. А если нет, вам придется их купить. Все. Если их нет, то придется купить. Так вот и работает жестокий мир электронной коммерции. Просто так не поиграть. Придется сначала приобрести. Ну и там были внесены некоторые незначительные улучшения. Но это все такое себе. Главное, что можно будет поиграть на консоль. Microsoft недавно, кстати, опубликовали довольно интересную статистику, в соответствии с которой у них половина аудитории, пользующихся, половина игроков с Xbox'ом очень-очень рады возможности подкручивать игры с обратной совместимостью с Xbox'ом 360. То есть половина пользуется и рады этому. Еще какое-то количество людей пользуется и не рады. Но 50% это много. И здорово, что они вообще это сделали. Молодцы. Мне чертовски нравится наш подписчик Джим Рейнер, который вот искал, что это криповый комментарий. Теперь он обращается к тебе. Федя, крепись, брат, мы с тобой. Твой сосед, капитан Джим Рейнер. Спасибо, дружище. Прорвемся как-нибудь. С твоей поддержкой только с ним. Да. Ну, блин, Джим Рейнера в качестве союзника иметь каждый хочет. Человек. Вне зависимости от пола, возраста, расу и принадлежности. Я был неправ. К вопросу, а прорвемся. Hello Games продолжает клепать улучшение, дополнение к No Man's Sky. Это не убережет игру от всяких смехуечков в итогах года, я уверен, по всему миру. Но, как бы, интересно то, что у них этот запущен процесс, и они сейчас регулярно выкидывают какие-то новые апдейты. В новом обновлении там много всего пофиксили, чего-то добавили, но мы скажем самое главное. Во-первых, там теперь появились действительно масштабные космические баталии. У них теперь может меняться размер, они могут быть прям совсем маленькими и совсем большими, и добавили звук при перемещении по лестнице. Все. Больше ничего не нужно знать. Как думаешь, Федя, к чему их приведет вот эта вот мания улучшения? К нормальной игре. Но заметит ли это кто-нибудь? Я уверен, что да. То есть в итоге... Как минимум, осталось довольно много игроков, которые не вернули No Man's Sky. Огромное их количество даже. И то, что они на выходе потенциально могут получить хорошую игру, это здорово. Года через два. Да, года через два оптимистично сказал Дима. Мне кажется, что это может занять больше времени. Мне кажется, что надо трис повернуть. Типа все? Квота? Да. Не знаю, хочу повернуть трис. И главное, повернула к себе, конечно. В смысле, к себе? Давай вот так повернем. Вот. Да, вот. Федя! Ладно, я найду себе другую задницу. Хорошо, вот можно видеть. Вот так. Да. Каждому по заднице. Задница в плаще. Это классика Нуара. Поехали дальше. С самого начала стрима ты, кстати, кричал, что это дискриминация по половому признаку, а теперь ты просто принижаешь меня весь выпуск. Что это такое? Это все потому, что тебе камень не привезут с горы? Нет. На самом деле, да. Ну вот. Привезите к Феде тоже камень, пожалуйста. Вы можете отправить... Я не отдам к Феде. Ой, Федя, это тебя привезли. На нем написано, Аня. Ошибка. Кирпич. Ну да, да. Друзья, у меня большой сюрприз был вчера. Я заказал из Китая себе планшет, а мне пришел вместе планшет и кирпич. Отличная шутка. Ну, планшет тоже присылайте. Нет, на самом деле, все будет не так. Когда нам пришлют большую посылку с камнями, я буду делать так. Так, это мне. Это мне. То есть ты мне отберешь самые плохие камни. Это мне, нет. Это тебе, Федя. О, нет, на нем же написано. А, ну, значит, тоже мне. И как бы оставлю все себе. Окей, и вот у тебя не должны возникать вопросы. Почему я тебя принижаю? Ну, да, в принципе, я согласна. Справедливость. Я бы справедливо. Следующая новость. Попробуем, внезапно переходим обратно к новостям. Age of Empires 2 получит третье дополнение. В общем-то, третье дополнение будет называться Age of Empires 2 HD. Rise of the Rages, полагаю. Не знаю. Раджес. Ну, Раджа, как бы, индия. Ну, Раджес. Не, Раджа. Знаешь? Да. Все хотят быть Раджой. Раджес. И действие игры перенесется в Юго-Восточную Азию, где игрокам откроются новые цивилизации. Берманцы, Кхмеры, Малайцы и Вьетнамцы. В дополнение войдут 4 кампании, по одной на каждую новую нацию. В своей армии можно будет формировать из новых юнитов, в том числе боевых слонов. Вот чего явно не хватало. Мне кажется, боевых слонов не хватает любой игре. Дальше моя любимая строчка из этой новости. Прочитай. Не томи. Нет. Ладно. Что? Поехали. Извините. Федя, прости. Теперь нам платят за то, что мы показываем жопой на канале Игромании. Вот это уровень. Вот это уровень. Так вот, любимая Федя настройка. Помимо этого, разработчики пообещали улучшить производительность игры и исправить баланс. Федь, ты доволен? Да. Производительность игры. Wage of Empires 2. Наконец-то должен. Наконец-то это заработает как нормально на моем компьютере. Можно будет графонии выкручивать на максимум. Я только что поняла, что у нас несколько сотен зрителей. И только один, он как бы как такой самый богатый чувак в городе, платит, чтобы все смотрели на задницу. Повелитель поп. Платят за всех, да. Повелитель поп звучит прекрасно. Это нормальный титул, мне кажется. Мне кажется, кому-то пора поменять ник. А? Повелитель поп. Продолжай. Тут радостно думать про то, что игра вышла в 99-м году, Age of Empires 2, и 17, черт побери, лет. И вот мы получаем третье обновление, причем не какое-нибудь бессмысленное, не ремастер, а новый контент. Это же фантастика. Это вообще-очень хорошо. Обожаю, когда игры поддерживают годами. И из этого получается, ты получаешь на выходе закономерный результат. Я вот в Age of Empires последний раз играл всего пару месяцев назад. То есть у меня есть специальная папочка, куда ты время-дремени заходишь и делаешь священниками. Во-во-во. Настало время расчехлить старый винчестер. Кстати, подождите. А у нас сегодня розыгрыш Escape from Tark? По-моему, нет. Сейчас это будет огорчение. Друзья, да, тогда с радостью сообщаем вам, что сегодня розыгрыша не будет. Можете уходить. Нет. На самом деле. Можете уходить. С нами останется только Джим Рейнер и Повелитель Поп. Господи. Я согласна. Да, это отличная компания. Я согласна на это. Тут ценитель прекрасного и Джим Рейнер. Но в любом случае, все, кто ждут Escape from Tark, вам обязательно нужно вернуться завтра, потому что завтра разыграют аж 10 ключей. И что еще? 10 ключей на альфу и 2 на предзаказ Escape from Tark. Но это будет разыграно только между нашими сабскрайберами. Различайте, пожалуйста, фолловеров и как бы сабскрайберов. Вот сабскрайберы, они элитка, они получают ништяки. А фолловеров мы просто любим. Ну и тоже иногда разыгрываем там всякие вещи прекрасные. Редко. Ну просто иногда. Я бы так сказал. Просто иногда. Последний раз никогда, по-моему, но бывало такое. Да нет, месяц назад было. На самом деле, ребята, мы всех вас любим, но поддерживаем только тех, кто платит. Кто нас поддерживает. Дальше. Новость про Dishonored 2. Туда грядет довольно интересное обновление New Game Plus, который уже сейчас можно попробовать в бетке в стиме, в бета-версии игры бета-версии обновления. И фишка этого обновления в том, что теперь можно будет проходить игру, совмещая возможности Корво и Эмили. Какой в этом смысл? Ну смысл такой. У тебя есть два персонажа, ты можешь проходить игру только за одного из них. Ну или там сначала прошел за одного, потом за другого. У них свой набор сил уникальный. Так. А теперь ты можешь мешать эти наборы и создавая просто аааааааа. Но это же импа. Да, но это же прикольно. Это как для тех, кто уже поиграл, попробовал то и другое, и хочет теперь экспериментировать. Разработчики говорят, что им это все очень понравилось, такой развлекал его у себя, и они решили поделиться такой возможность и с игроками. Тем более, что многие просили. Надо сказать, что это одно из дополнений, которые в ближайшее время нам обещают. Второе выйдет уже в январе, и там можно будет очень-очень детально настраивать сложность игры. Что тоже очень приятно. Совсем забыл сказать, пока говорила про доту. Поскольку доты у нас теперь на канале не будет вечером, нам не хватает немножечко вечерних мобок, поэтому повелитель вечернего эфира, то бишь я и частично Пушкарь, мы возвращаемся в эфир, и сегодня будет первый после долгого перерыва наш тримбах отцов. На правах рекламы такой. Это очень странно, потому что я в расписании такой смотрю, там написано Пушкарь, хоц. Что? Я думаю, ну ладно, еще один постримить, ну почему бы и нет. О, все нормально. Я просто вчера его позвала как бы со мной постримить, я уже думала, ну что он вытеснил у меня просто из эфирной сетки. Так есть, там будет такое огромное изображение Пушкаряна полукрада. Чуть-чуть игры. Такая маленькая. Ладно, погнали дальше. Ну, в принципе, будет отлично. Следующая новость, это игроки в парагон теперь будут, теперь могут создавать карты и получать ящики с добычей. Когда я первый раз читала эту новость, я поняла, что либо я дурачок, либо лыжи не едут. Потому что, когда я прочитала, игроки в парагон теперь могут создавать карты и получать ящики с добычей, я все ждала редактор карт. Ну знаете как? В героях, в третьих, например. И причем я знаю, из чего состоит игра, что там есть карты, их можно экипировать и все такое, их нужно там убивать. Но я все равно до последнего, когда прочитала новость, такая, а где же, а где же, а где же редактор карт? Что происходит? Но нет, на самом деле у игроков появится возможность создавать всего лишь вот эти вот скучные карточки. Вот. И еще получать субочки и ключики. Потому что я только что задвигала, что я тупая и ждала редактор карт в парагоне. А, я понял, ты имела в виду прямо таких карт. Да, 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 да. Я говорю, я прочитала последний предложение, такая, я не понял, а где, а где карты-то? Как же я их создавать-то буду? Вот. Но теперь еще, помимо того, что будут, можно будет создавать самому карты, карточки я буду их называть, для того, чтобы никто не наступил на мои грабли, не дай бог. Вы еще теперь, как в Лоле, сможете получать сундучки и открывать их ключиками. Вот. И я полагаю, как в Лоле будет такая же проблема, что у вас либо очень много сундучков и нет ключиков, либо очень много ключиков, как у меня. У меня сейчас 10 ключиков и ни одного сундука за последние два месяца. 10 это много? Довольно много. Довольно много, хорошо. Довольно много, да. Оказалось, что вот с одним из ресурсов всегда возникают проблемы. Я думаю, вот в парагоне будет то же самое. Виноваты иммигранты. Переходим к следующей новости. Для Forza Horizon 3 вышло зимнее дополнение. У нас сейчас будет череда новостей про всякие зимние, рождественские, новогодние обновления. Это здорово, потому что наконец можно подключаться более-менее к атмосфере праздника грядущего. Извини, я тебя перебью комменты из чата. Тупые русские, называть несколько вещь, один слово. Вот, да. Вот. Так это работает. Ну и, кстати, я хотел прокомментировать про то, что можно было такую ошибку допустить, только если ты не видел новости первоисточники. Ну. Потому что там maps, cards, все как бы. Понимаешь, самое интересное, что я даже говорю, я же знаю, как игра работает, что там определенно нельзя, блин, создавать карты, там, локации. Но там есть карточки. Вот именно поэтому, потому что ты знаешь, как работает игра, все равно допустила себе возможность, что можно будет редактировать карты. Именно поэтому No Man's Sky и продалась так хорошо. Из-за вот этой слепой веры в самое лучшее и хорошее. Так вот. Microsoft и Playground Games объявили о выходе зимнего дополнения Blizzard Mountain для гоночного симулятора Forza Horizon 3. И в связи с этим авторы опубликовали релизный трейлер DLC, в котором вы можете увидеть, что оно из себя представляет. Ну, красоту неописуемо, что еще говорить. Игроки получат доступ к более чем 50 ивентам и соревнованиям. Вы сможете проехать через заснеженный парк или промчаться по огромному замерзшему озеру. Дополнение включает в себя 7 новых автомобилей, а также новые комплекты зимних шин для заснеженных и ледяных трасс. Дополнение Blizzard Mountain вышло на ПК и Xbox One. Я, по-моему, всех уже спрашивала, по-моему, спрашивала ли тебя. Да. По-моему, тебя как раз спрашивала, как ты относишься вот к этим вот зимним всяким новогодним дополнениям. Смотри, тут есть две категории у них. Есть нелепые истории, типа, как, например, в Street Fighter, их рождественский пак DLC с дурацкими костюмами. Я понял тебя. А есть славные истории, типа того, что мы видим сейчас прямо на экране. То есть, ну, это же... Это восхитительно. Forza Horizon сама по себе хороша, а тут еще такой снежок. Интересно, а снежок затрудняет перемещение по нему, да? Да. Круто. Нет, я имею в виду не за окном, а в игре. Да. Круто. Вот это реально здорово. Я... Тут, пока ты рассказывал про машинюшки, появился человек, который не понял, что происходит. Он спрашивает. Escape from Tarkov будут разыгрывать для элитных подписчиков. А кто такие элитные подписчики? И еще один вопрос. Все конкурсы, которые разыгрывают на стримах, постят в группе. Че? Я ведь могу быть занят и не успеть на стрим. Я, честно, не могу сказать про то, что там все ли анонсы наших розыгрышей попадают. В соцсети. Но мы активно про это говорим, как бы, всегда, когда можно. Вот прямо сейчас. Да. Розыгрыши на ВК и на Твиче – это разные площадки. И, соответственно, в том... Сейчас я попробую сделать еще, как Дима Кутович говорит, розыгрыши в ВК и на Твиче – это две разные площадки. И ничего там не... Ну, в смысле, то, что это... ВК и на Твиче свои конкурсы еще могут быть совершенно параллельно от нас свои розыгрыши. На Твиче свои. И вот мы заранее сегодня предупреждаем, что завтра будем разыгрывать 10 ключей и 2 предзаказа. На самом деле, конечно, желательно прийти на конкурс, но это вам не добавит никаких бонусов. Вы не станете лучше, чем ваши конкуренты. Единственная возможность поучаствовать в розыгрыше – это подписаться за 5 баксов, по-моему, на канал Б. Ну вот, подписаться платно на наш канал, и вы автоматически попадаете в такой списочек. И потом между людьми из этого списочка платных подписчиков будут разыгрываться всякие ништяки. И вам не обязательно присутствовать на стриме, когда будут разыгрываться ништяки, вам напишут в личку потом. Не парьтесь, до вас все донесут. Главное, отдайте свои денежки в плечу. Мы, конечно, будем рады, если вы придете посмотреть на то, что здесь происходит. То есть сразу представились какие-то такие люди с моноклями, сигарами, такие, ну, пришло сообщение, я выиграл очередной приз, ну, ладно, заберу его на следующий день, запишите в мои планы их встреч. Я когда узнала вчера, что некоторые люди месяцами не забирают свои призы, то есть они реально выигрывают и пишут, и они просто не забирают. У Леши Шинькова была замечательная история про видеокарту топовую по своему времени, которую выиграл какой-то парень, и потом все, то есть ему написали, все это в рот, и сказал окей, и не приехал за ней. Он через пару лет разбирал у себя стол, смотрит, лежит эта видеокарта, так никто и не забрал. Видеокарта уже устарела за это время 15 тысяч раз. Это странно. Ну вот, такое бывает. Друзья, так что если вы подписываетесь, по крайней мере, на наш канал, вы все время проверяете свою личку, потому что в любой момент вам может прилететь письмо счастья о том, что вы что-нибудь выиграли. Да, вот говорят про Алекса Плискина, который у нас недавно тут выиграл. Который две какие-то штуки выиграл. Который выиграл артбук, если я не ошибаюсь, еще игру. Так вот, он взял и пропал. Алекса Плискин, если таким образом ты пытаешься пожертвовать артбук нам, напиши нам об этом, пожалуйста. Да, потому что это нелепое положение беспомощности. Тебя спрашивают, зачем тебе кастеты в студии? А это магнитики. Какие кастеты, я тут в магнитики играю. Я думаю, следующая зимняя новогодняя новость моя, и она про Overwatch. Игроки Overwatch попадут в зимнюю сказку. А это значит, что новые скины. Мне очень понравилось, что Blizzard заботливо завернули вот эти вот паки, которые ты открываешь в новогоднюю праздничную упаковку. Это чертовски мило. И плюс появится новый режим, это операция метелица, где бои будут проходить в формате 6х6 с участием климатолога Мэй. Правда, здесь ее бластер будет стрелять не лучами холода, а снежками. Для нейтрализации противника понадобится только один снежок, но для того, чтобы перезарядить свою пушечку, нужно будет окунуть ее в сугроб. То есть все как в настоящих играх в снежки. Что такое? Да, и это тоже хороший вариант зимнего обновления. Да, это круто. И причем костюмчики, которые вы даже можете видеть в видюшке, они очень милые и вообще очаровательные. То есть тут есть простая графа. Я тоже человек простой, и я все понимаю, но новогодние костюмы, которые просто как обычные костюмы, но с еще там большим оголением и красными цветами и шапочками санты, это плохой вариант. А всякие интересные варианты, которые реально обыгрывают тему сезона, это круто. Так надо делать. Следующая новость достанется тебе. Спасибо. Благодарю. Тут, кстати, обрати внимание, что у нас совершенно святой алекс-лис мутит в чате всякие дела и собирается разыгрывать ключик среди людей, которые находятся в чате на шевурой. И вот сейчас даже просто так. Понимаешь, я всегда говорила, что модераторы на каналах на твиче, это, как правило, действительно святые люди. Я не знаю, я видела несколько из них вживую, но на самом деле они просто фантастические мифические существа. Отличная команда. Розовые единорожки, которые исполняют желания людей, которые защищают стримера, принимают удар на себя, которые банят всяких нехороших людей. И, блин, вы реально очень классные. И главное, что они делают это просто, ну, ни за что. Они ничего с этого не получают, кроме любви и признания зрителей и стримеров. Вы прекрасны. Да, спасибо вам большое. Про прекрасны, кстати, в самом себе получалось довольно неплохо, потому что лично у меня эта игра в перспективе вызывает очень теплые чувства уже до своего выхода. Долгожданная многими людьми игра Torment Tides of Numenera, идейный последователь прекрасного Planescape Torment, выходит уже в феврале. Осталось ждать совсем недолго. 28 числа, если точнее, 2017 года. Так что ждем, ждем. Надеюсь, это будет действительно очень и очень хорошо. А я хочу, чтобы следующую новость тоже ты рассказал. Без проблем. А я буду рассказать после следующей. Вот проверка. Turtle Rock, если говорить разработчикам, какую-то реакцию сейчас вызывает у вас в умах, в сердцах. Потому что... У меня никакую. Например. Потому что реакция на это название довольно сильно менялась с годами. То есть от восхищения и обожания, которое было во времена Left 4 Dead, потому что это именно разработчики Left 4 Dead, до скепсиса и иронии во времена Evolve и метания этой игры. Или потом даже злости, когда Evolve после всех своих вот этих странных колебаний в одну-в другую сторону все-таки закрылась. Так вот. Эти самые Turtle Rock объявили, что работают над новой игрой. Это будет тоже кооперативный FPS. Такой я... Будет кооперативный FPS истории, но в антураже темного фэнтези. Это, собственно, все, что известно про этот проект. Как бы Turtle Rock такие игры, в принципе, делать умеют. И они сейчас говорят о том, что будут действовать более осторожно, чем когда это было с Evolve. И самое главное, как бы ключевая часть их стратегии сейчас, это то, что они поменяли издателя. Потому что, судя по всему, и об этом многое говорит, многие проблемы с Evolve были связаны именно с издателем, с 2K, который диктовал, какая должна быть у них фритуплейная политика. Теперь вот они сменили издателя и считают, что все будет хорошо. Вот посмотрим. Меня пока спрашивают... Аня, какой твой любимый персонаж в Ходс? Раньше это была Нова. Прям вообще я тащилась от него, потом новую поменяли, и я нашла для себя Джайну. Она... Ты такое упустила? Нет. Это Джим Рейнер. Нет, вот у него. А я отвечу честно. Я не буду. У меня нет любимого персонажа в Ходсе, потому что я в свою жизнь играл в Ходс, может быть, 50 минут с небольшим. Присоединяйся как-нибудь к нам с Пушкарем. А, то есть им просто нужен кто-то, кого они смогут унижать. Да нет. Как бы для этого у нас есть я. Понимаешь? У нас будет лестница, понимаешь, иерархическая. Я просто не хочу быть... Аня, ну что ты? Ну, блин, иди, рожби. И ты такой, Федя, ну где ты? Где ты? Почему тебя нет там? Ворды не кинул. Пока мы тут разговаривали, на нас подписался человек. Деймос Рус. Спасибо за подписку. А теперь время новостей опять. Так не люблю. Вот очень странно. У нас утренняя новостная передача, и я очень не люблю читать в ней новости, но очень люблю общаться с чатиком и, короче, с ведущими. Всегда всякие смешные штуки выясняются интересные истории. Но новости — это ключевой компонент, поверь мне. Да я понимаю. Ну, печально, что я могу сказать. Но сейчас новость, которая... Что? Меня... Я сам сказал про новости, мне просто очень нравится этот комментарий, потому что он гениален. От Аликса Лиса. К жемеху. Помнишь вчерашнего чувака, сыпавшего ключами, который штук 15 выкинул? Знаешь, в чем прикол? Не фейк. Он скидывал кучу ключей на игры Digital Homicide. Это гениально. Черт побери, почему он додумался до этого раньше нас? Понятия не имею. Я, кстати, не помню этого чувака. Я не помню. Но вот такое дело. Лучшие игры от Digital Homicide. Качество. Играйте в лучшее. Аня, угадай, какой мой любимый персонаж ваш добрый сосед. Явно не Джайна что-то мне подсказывает. Ну ладно, перейдем к новостям, который меня радует. Вот не люблю, говорю, читать новости, но это мне понравилось. Nintendo Switch обзавелась первым эксклюзивом. И этим первым эксклюзивом станет приключенческая игра Seasons of Heaven, в основу которой положен одноименный роман Ника Августа. Августа. Ау. Это очень странно. Августа. Августа. Угу. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, где удалось выжить лишь небольшим группам людей. Главный в герое игры Ян, мальчик с синдромом Аспергера, одной из форм аутизма. Ему трудно взаимодействовать с другими людьми, но у него есть телепатическая связь со своей собакой, французским бульдогом Ами. В путешествии по красивейшим местам мира мы сможем поочередно управлять мальчиком и собакой, а заодно попытаемся выяснить, что случилось с миром и его обитателями. Мне кажется, или вот в последнее время довольно популярна эта тема про детей с... С собаками. Не только. С детей, которые... В общем, про маленьких аутистов. Про маленьких аутистов не уверен. Просто это, да, как правильно говорит Дима, это, в принципе, сейчас довольно интересная тема, потому что там в разных индустриях дозрели до того, чтобы про это говорить или каким-то образом рассказывать. Плюс там маркетинговый ход есть определенный. Как совершенно бесполезно к Человеку-муравью, например, говорили про то, что, о, вот, наконец-то, первый супергерой аутист и прочее. Почему аутист? Он в комиксах аутист. Вот. И прочие дела. Нет, я просто вспомнила дикую инди-игру, не помню, как она называлась, даже не помню, кто ее делал, про ты играешь мальчиком, который сидит в углу детской площадки, на ней играют дети, и тебе каждый раз, когда ты там поворачиваешься, пытаешься с кем-то взаимодействовать, тебя начинает просто всего колбасить, трясти, тебе приходится обратно забиваться в этот угол, и тебе нужно пройти через эту вот детскую площадку. То есть вот такая вот очень странная и суровая игра. Поэтому я прям, когда читала новость, вспомнила про нее и подумала о том, что тема все популярнее и популярнее. Так я вот могу вспомнить две игры. Я на самом деле, когда ты это говорил, думал, что ты про совсем другое скажешь. Именно само по себе история некого путешествия ребенка. Это там вечный сюжет практически. Очень сильный получается. Когда один, да, да, ребенок и огромный мир. Еще с ним рядом какая-нибудь зверушка. Да, там Сойер. И Гекельберифин. Да, ты. Прости, ты зверушка в этом, на чужой. Я не буду зачитывать. Хотела бы прочитать хороший комментарий, но он оказался не такой хороший, когда я дочитала его до конца, хоть меня не буду прочитать. А ты про то, что любой твой стрим можно смотреть? Что? Ну, когда там, пусть общение в чате. Если Аня хочет говорить, общаться, пусть у нее будет какая-то возможность просто передачи, чтобы она только общалась со зрителями. Так у нее уже есть стримы. Она почти не играет. Это было или нет? Этого не было? Было, было. Это вы сейчас видели документальное воспроизведение. А дальше у нас новость про проект The Surge. Если вы не слышали совершенно проект про вот эту всю историю про эту игру и первый раз с этим сталкиваетесь, в этом нет ничего удивительного, но тут есть интересный компонент. The Surge это игра от Deck 13, ролевой экшен, который многие называют для простоты таким Dark Souls в космических, индустриальных декорациях. Действительно был такой комментарий. Да-да-да. История здесь следующая. Впервые показали боевой процесс и Deck 13 много говорили о том, что у них инновации, совершенно нечто необычное, чего вы никогда не видели. Ну, как вы можете убедиться, выглядит все достаточно традиционно. Зачем мы про это рассказываем и вообще показываем? Собственно, потому, что у нас есть довольно много сейчас Dark Souls подобных игр, как было с Fallen Lords или с Неох, который выйдет довольно скоро. Но все они, как правило, в фэнтезийной тематике. И здесь необычайно свежо и непривычно свежо выглядит все примерно то же самое, но с роботами, железками, какими-то проводами и всем прочим. То есть уже одним этим игра мое внимание поймала. Будет интересно посмотреть, будет ли у нас вообще чего-то стоить. На выходе пока судить довольно-таки тяжело. Dark Souls с роботами. Еще одна игра, в которую я не поиграю. Из роботов лилась кровь или меня сейчас переглючило? Ну там... Он распилил робота пополам и из него вывалилась какая-то кровавая масса, что по-моему не характерно для механизма. Вот конкретно здесь было так, что, во-первых, там показывают дальше в этом гейплейном ролике, когда он дерется именно прям со всем андроидом, из него реально там льется какая-то жижа, но там первый человек это был в экзоскелете, вроде как человек. Просто человек мертвый или не... Ну, в общем, он уже не выздоровеет. Я тебя поняла. Нянь, это масло. Ладно, ладно. Хорошо. Уговорили. Буду думать, что это масло. Следующая новость моя. Немножечко закончим с роботами и перейдем к эффектным боям на мечиках. Для форона... Подожди, в роботах тоже эффектные бои на мечиках. Между двумя живыми людьми я имею в виду. Да. Ну, тут, кстати, можно даже так сказать. Вот сейчас Дек-13 много говорили о том, что у них инновационная боевая система, а нет. А вот теперь реально проигру, в которую инновационная. Инновационный подход. Для форона будет необходимо постоянное подключение к интернету. Юбисофт как-то говорили о том, что можно будет играть без интернетов, если ты там в одиночной компании, все дела, но они наврали. Или передумали. Да, то есть изначально информация была и в Steam, и в Uplay. Можно было прочитать, что можно будет играть в оффлайне. Собственно, теперь Юбисофт говорят, что да, мы подтверждаем, что игрокам в форонер не обойтись без подключения к интернету. Некоторая часть прогресса будет общей для сюжетной кампании и многопользовательского режима. Поэтому, хотя я не знаю, я вот когда читала новости, сразу вспомнила времена, когда у меня не было еще дома ни Wi-Fi, ни проводного интернета. У меня был этот, как он называется, модем? Ну да. Как он называется? Сейчас модем, да. Я уже забыла, слава богу, я забыла эти темные времена. Да, у меня был модем, и каждый раз, когда ты хочешь новую игру, ты такой, аа, где тут написано, нужный интернет или нет? И когда ты находишь, что там нужен интернет, такая, черт! Или там, что ты находишь, что тебе нужно зарегистрироваться через интернет, это была такая печаль, это была такая боль, а сейчас вот мне не кажется, что это прям какой-то ооо, нужен будет интернет. Ты понимаешь, просто тут уже есть некоторая память остаточная, потому что раньше подключение к интернету, как правило, то есть лет 10 назад, требовалось для защиты от пиратства. То есть это была такая типа эх, вот вам, пираты! А все, и все игроки ненавидят это, страдают, потому что тебе нужно это, чтобы подключалось, там еще что-то происходило, а ты уже купил игру и почему-то на тебя вываливалась вся вот эта фигота, отнюдь не на пиратов. А сейчас как бы в For Honor получается, это даже и осмысленно, учитывая, что у тебя будут подсасываться твои ачивки и там то, что ты в синглплеере подходишь сразу и в мультиплеер там тем или иным образом. Все равно, у меня вот до сих пор, даже при том, что я понимаю, зачем это нужно, это вызывает некоторую негативную реакцию сразу, сходу. Пока ты говорил, у меня появилось очень странное чувство, я даже не знаю, как его описать, просто внезапно я поняла, что мы с тобой два человека, которые сидят и рассказывают что-то в камере, грубо говоря. Никогда меня это не смущало, уже больше года я стримлю, ничего меня не парило, и вот тут, пока ты говорил, я осознала всю дурость ситуации и меня немножко переклинило. Как бы избавиться... Тут должен быть звук из Inception. Да, как бы избавиться от этого чувства теперь непонятно. Ну, например, можно просто погнать дальше и ты поймешь, что все как надо. Все как и должно быть. Для того, чтобы чуть обелить Ubisoft, не то, что обелить, а вот тут есть такая история, уже теперь абсолютно точно известная, что вам нужно будет постоянно быть подключенными к интернету в Привет, Матрица. С другой стороны, Ubisoft официально заявили о том, что все грядущие DLC, включающие в себя новые режимы игры и кат, будут абсолютно бесплатными. То есть, если ты купил игру, все вот эти обновления, которые будут расширять каким-то образом мир игры в плане возможности выбора карт, выбора игровых режимов персонажей, все это будет у тебя точно. Никаких дополнительных микротранзакций, плат не будет. Это правильно, чего дробить базу игроков. И, кстати, помимо этого, Ubisoft уже начали собирать заявки на январский закрытый бета-тест. Тут, конечно, есть некоторая в этом хитрость, они как шельмы к этому подходят, потому что смыслу в закрытом бета-тесте за месяц до релиза игры, игра выходит в феврале, строго говоря, нету, вообще никакого, потому что за месяц просто не успеешь собрать информацию о каких-то там ошибках и что-то сделать. Так что это скорее маркетинговый ход, но нам грех жаловаться, это как бы возможность на месяц раньше поиграть в отличную игрушку. Так что вот сейчас уже можно на сайте Ubisoft на это подписываться и, может быть, вы будете одним из счастливчиков. Не, ну это просто сервера тестят. И это тоже, конечно. мне сейчас нужно озвучить новость, которая очень порадовал Диму Шапилеву вчера, когда он ее читал. Это важный кусок информации. Да. Читаю комментарии про то, как люди предполагают, что я сломалась просто. Вот. И чувствую, да, что я походу сломалась, друзья. Напишите в чатик, что вы есть с той стороны камеры и все все мои опасения они беспочвенные. Что ты машешь ручкой, Дима? Ты думаешь, мы для тебя каждое утро сидим, рассказываем новости? Это нормально, конечно. И он, главное, никогда не смотрит на нас, он пырит свои мониторы отвратительно. Слушай, а прикинь, как было бы нелепо, если бы мы каждое утро собирались и Димке новости бы рассказывали. Нет, мне кажется, это наоборот трогательная история очень. Развлекай. Так вот, новость звучит так. Авторы Hitman просят устранить грабителей из один дома. Как известно, создатели Hitman любят всякие отсылочки. И в этот раз в новогодней миссии праздничной они решили отослать нас к... Отослать. Послал, послал. Отослать нас к фильму один дома. Что происходит вообще? В новогодней миссии нам предстоит убить Гарри и Марво. Тех самых двух чуваков, которые пытались ограбить дом, в котором сидел один испуганный, но недолго испуганный мальчик. И это вроде здорово, смешно и клево. В этот раз они тоже попытаются ограбить какой-то дом и по-моему, если я не ошибаюсь, украсть подарки. Да, вот. Дело в том, что игрокам нужно устранить двоих воров, которые проникли на показ, чтобы украсть рождественские подарки. И вот, знаете, с одной стороны это здорово и круто, это ламповая отсылочка, прям максимально наполнение. А с другой стороны я недовольна, как они смеют трогать святое из детства. Нет, а с другой стороны Хитман, он профессиональный убийца, он устраняет людей, убивая их. и ему придется убить людей, да, ему придется убивать людей, во-первых, которые, ну, как будто бы срисованы из того доброго семейного фильма, убивать прям, ну, там, можно отравить их, можно задушить, можно скинуть со второго этажа, вот, убить. А во-вторых, вот даже в игре это люди, которые просто хотели украсть подарки. Ну, то есть, в фильмах, в рождественских, их за это очень смешно как-нибудь наказывают и отправляют в тюрячку обсыпанными перьями. А тут вам придется их убить. Нет, просто Хитман, это Кевин, который вырос. Очень кровообшедный Кевин какой-то. Ну, Вот, так что мне показалось это довольно странным и даже цинично-жестоким. Вот. Федь, у тебя не возникает такого ощущения? Ты знаешь, до того, пока ты не начала про это говорить, нет. А теперь? Сейчас я могу уловить вот эту волну, на которой ты существуешь. Да, в этом есть какая-то криповатость. Криповатость, вот, это именно то, что я сейчас испытываю, наверное, по отношению к этой новости. А Хитман в костюме мальчика? Не знаю, не знаю, в каком костюме Хитман, но... Хитман в костюме елочной игрушки. Я надеюсь, что так будет. Такой самый незаметный убийца на свете. Ну, в этом антураже вполне-то ничего. А когда тебя замечают, ты просто втягиваешь ручки и ножки вот так вот в этот шар, не упречешься. и снэйк тебе качает голову. Да, молодец. Ну, все мы знаем, что именно так и работает настоящий стелс. Безусловно. Отойдем от Рождества, зимы, криповатых убийств героев детского кино. И вот у нас есть небо, Square Enix, облачка и всякие радости, сюрпризы. Собственно, история следующая. Square Enix начали продажу традиционных рождественских коробок Holiday Surprise Box. Там ты платишь 10 долларов, а получаешь коробку с играми на 80 долларов. Фишка в том, что ты никогда не знаешь, какие именно игры там будут. И подборки по качеству разнятся от года к году, я бы так сказал. Потому что в прошлом году в коробке находились коды для Steam-версии игры Lara Croft and the Temple of Aziris, Thief, Final Fantasy XIII, Life is Strange, первый эпизод и Final Fantasy XIV A Realm Reborn. А еще годом ранее покупатели получали за свои несколько долларов подборку из The Master Thief Edition, The Lost Remnant, Nerded Soul Suspect, Lara Croft Guardian of Light, Deus Ex of the Fall и Nosgoth Founders, Warlord Puck. Вдобавок, в коробку были вложены коды на скидки на другие игры студии. Так что сейчас предполагают, что скорее всего в рождественской коробке от Square Enix в этом году будет Just Cause 3, первый эпизод Hitman или же новая часть Deus Ex. Но так это или нет, мы узнаем только потом. Меня веселит, что в коробках только первые эпизоды некоторых игр. Ну, конечно, тебя подсаживают на наркотики. Я понимаю, я понимаю. коробка Телтейл. И тут просто, знаешь, коробка страданий. Придется продать почку на новогодних праздниках в таком случае, чтобы купить себе все остальные эпизоды. Мне кажется, нет ничего более жестокого, чем подарить человеку сразу несколько кодов, ключей на первые эпизоды разных игр Телтейл. То есть, ты каждый по 40 минут прошел и чувствуешь внутри дыру зияющую. Но Life is Strange эпизод 1, но он же бесплатный, пишет Димитеру. Зато, знаешь, что хорошо? Вот подарили первый эпизод Life is Strange и тогда у людей есть возможность не увидеть последний, например, эпизод, который был отстойный. А это положительно. Это крайне положительно, друзья. Если вы вдруг не прошли еще Life is Strange, но это лично мой вам совет, мое субъективное мнение, если вы еще не прошли Life is Strange, пройдите все эпизоды, кроме последнего. И вот, ну, сделайте вид, что последнего эпизода просто нет и... Или будьте мужиками и пройдите последний эпизод. Нет, вы будете крайне разочарованы. Ну, это то, чего хотели создатели игры. Разочаровать всех. Мне кажется, что это нужно воспринимать во всей полноте произведения искусства. А мне кажется, что оно прекрасно с исключением последнего эпизода. Вот, то есть, если вы пройдете все с исключением последнего эпизода, у вас просто останутся какие-то невероятные ощущения, внутри вас будут порхать синие бабочки и все очень-очень круто. А вот теперь у тебя невероятные ощущения от разочарования. Как будто все синие бабочки разом сдохли и сгнили. Звучит неплохо. Примерно так я себя и чувствовала. Ну, да ладно. Поехали дальше. Дальше чертовски трогательная новость. Я очень люблю новости такого толка. создатели God of War дали фанату возможность встретиться ой, фу, сами с собой хотела сказать. Сони дали фанату возможность встретиться с создателями God of War. И сейчас я зачитаю эту новость полностью, потому что она прекрасна. Компания Сони опубликовала небольшое видео, в котором миксиканец Эммануэль Мохико Россос даже прочитала нормально. Слушай, а вот русские имена у меня какие-то затыки случаются, а с мексиканскими все нормально. Может быть, я живу не в той стране, может быть, я родилась не там и не в то время? Вполне возможно. Ну, ты там нормально бы к месту пришлась. Почему это? В картеле. Зачем? Молчание. Ну, так вот, Эммануэль Мохико Россос, один из главных поклонников сериала God of War, в мире смог встретиться с работниками студии Sony Santa Monica и увидеть дебют новой части франшизы вживую на E3 2016. Вместе с этим Эммануэль рассказал, почему именно God of War так важен для него. Он не является большим поклонником видеоигр. Не являлся большим поклонником видеоигр до момента, пока один из его друзей не дал попробовать ему God of War. Герою ролика стало интересно, чем же закончится история Кратоса, осмелившегося отомстить богам Олимпа за их грехи. По примеру, сына Зевса, которого не могла остановить ничего, Эммануэль смог прожить один из труднейших моментов его жизни, когда умерла его бабушка и тяжело заболела мама. Ему пришлось совмещать две полноценные работы, чтобы у семьи хватало денег. В то время он работал по 16 часов в день. Вот. Тут на самом деле как-то немного нелепо пересыпать словами и как-то вот таким образом про это рассказывать. Мы советуем вам просто этот ролик посмотреть. Это, понятное дело, маркетинг чистой воды и PR Sony и PR нового God of War. Но за этим стоит довольно-таки восхитительная настоящая история человека, который впахивал за семью, ему было очень тяжело, а потом ему друг показал случайно God of War и оказалось, что ты после 16 часов работы можешь найти часок, чтобы поиграть в God of War и тебе становится гораздо-гораздо лучше и легче жить. Вот. Мне кажется, прекрасно, что люди в таких трудных ситуациях находят отдушину именно в играх, а не в тех же там наркотиках, алкоголе, беспорядственных В Мексике, в принципе, несложно себе устроить любой из вышеперечисленного. В общем, несмотря на то, что да, это, конечно, пиар и все такое, раздули красивую такую большую историю, тем не менее, это все равно доброта и это хорошо. И очень приятно, такой есть момент, показывают кусочки с одним из ведущих разработчиков God of War, который рассказывает какие-то вещи, и он постоянно вот такой, ну, в общем, вот так-то и вот так-то и в моменты, когда он, собственно, с этим встречается мексикантом, когда они вместе, видно, что у него на лице появляется внезапно на лице робота живая эмоция, они там такие это здорово. Следующая новость твоя. Хорошо. Это просто короче, у нас новость подходит к концу, поэтому приходит время для нелепостей, потому что почему бы и нет, и без нелепостей никак. Мы не так давно рассказывали о самых главных поисковых запросах в Яндексе, связанных с играми, и тут вот Google опубликовал статистику Google Trends, которые рассказывают о том, что происходило вообще, в принципе, глобально у них в этом году, и оказалось, что во всем мире самый частый поисковой запрос в 2016 году это Pokemon Go. А что в этом неожиданно? Да это не то, что в этом неожиданно, но просто это интересная такая маленькая фентифлюшка на картине нашей реальности. То есть это обогнал и iPhone 7 в качестве поискового запроса, и Трампа, и все-все-все прочее. покемоны правят планетой. Правили планетой полтора месяца этим летом. Жаль, что они так быстро умерли. Я, честно говоря, скучаю по этим бессонным ночам, когда я... Я помню, что когда Pokemon Go как раз... Смотри, я помню, это было так давно. На пике своей популярности я провела одну из ночей, бродя вокруг Кремля со своим знакомым в попытках поймать редких покемонов, потому что кто-то ляпнул, что именно где-то около Кремля водится... Ох, я уже даже не помню кто. Так и есть, там несколько было точек спав на редких покемонов как раз. Ну вот, и мы, в общем, бродили вокруг Кремля, мы ходили не переставая, чтобы наврать часов шесть или семь где-то так. Потом вернулись домой и мне нужно было через час выезжать в деревню. Я думала, я умру. Ну, надо было ехать в деревню к бабушке, помогать ей там. И мне прямо казалось, что это был супер тупой план провести всю ночь на ногах, но я все равно была чертовски довольна. Нет, это был хороший план. Да вообще, там получилась странная немного история, потому что в определенный момент, когда ты занимаешься какой-то профессиональной деятельностью и там появляются какие-то семьи и вот это все. У всех образуется огромная куча дела. Совершенно невозможно встретиться с друзьями там с какими-нибудь старыми, потому что у вас ведь странные распорядки. А тут получился там сразу несколько раз можно было каких-нибудь людей, которых ты давно не видел. Мало того, что увидеть, еще с ними провести несколько часов, то есть все как-то смогли найти время, чтобы пошаландиться по Москве. И отлично было на Китай-городе. Если вы москвичи и играли в Pokemon Go, то вы по-любому знаете про эту историю, если нет, то там немного странная была такая штука. Это там, где люди практически жили? Да. Там в одной точке в Москве оказалось рядом несколько покестопов, это типа точки силы, на которых можно класть приманки. И там же довольно близко были точки спавнов у пары редких покемонов. И поэтому туда приходила сразу толпа, ставила приманки, приманки стояли там круглосуточно, и покемоны просто сыпались дождем. То есть там ведь все люди, кто на пледах, кто на шезлонге сидит, кто там с гитарой со всем. Да, люди, кто там кальян припер сидел, курил, кто сидит там, кушает какие-то принесенные с собой еду. Вот как мы на работу носим в лоточках, так они носили еду туда. И была совершенно безумная, я видела совершенно безумную картину. В общем, мы сидим со знакомым, как раз проходили мимо, решили там посидеть, покемонов этих половить. Сели где-то на газончике, с краю, я, значит, сплюхнулась на свою мантию, такая вся отдыхаю после дня, проведенного опять на ногах. И тут все эти люди, которые, они там сидят так, что яблоку негде упасть, реально люди. Если нет места, стоят, кто-то лег, кто-то сел, в общем, вся трава увалена людьми, и все эти люди в один момент, значит, я сижу и боковым зрением вижу, меня пробегает чувак с какими-то дикими нечленораздельными воплями. И куда-то бежит, и я такая, ну ладно, хрен с ним. И тут я замечаю, что, видимо, люди, я одна не поняла нечленораздельные вопли, все люди встают, включая моего знакомого, который просто по 3-д разговора встал, и они все побежали, они бросили свои вещи, еду, кальяны, гитары, неважно, пледы, все, осталось лежать, люди просто встали, их куда-то унесло. Где-то в километре от, оказывается, в километре от места, по какой-то карте там прочекали, появился лапрас. И он там будет еще, типа, какое-то количество минут. Там очень короткие были окна, там по 5 минут. Да, по 5 минут. Вот, и все люди просто ломанулись, а там еще как-то в горку, через квартал пилить, и это было очень странно, мне единственное было довольно стрёмно, что меня сейчас просто затопчут люди, которые хотят поймать лапраса, но, слава богу, меня видели и оббегали. Потому что, естественно, я никуда не побежала, я не сумасшедшая и не люблю бегать. Там народ регулярно прорвался на внутреннюю территорию администрации президента, потому что там в Дженни Лисе покемоны это выглядело довольно смешно. То есть такой, такие люди, не, 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 нельзя сюда. Поймал и убегает. Серьезно. Было довольно смешно. Ладно, поехали дальше. Хватит покемонов на сегодня. Чего-то ностальгия. Вот сейчас, вот сейчас будет ностальгия, настоящая. Не то, что вот эти быстротечные покемончики. Не моя ностальгия, это будет какая-то чужая ностальгия. Doom 2 запустили на клавиши Optimus, Maximus. Объяснишь мне, что происходит? Ну, что тут объяснять? Надо смотреть. Я смотрела в тролл. Наверняка же знаете Optimus, Maximus. Это проект студии Лебедева, которая оказалась внезапно довольно популярна в принципе по всему свету в свое время. Это клавиатура, на которой клавиши, на каждой клавише свой небольшой экранчик и ты можешь их там как угодно настраивать под себя, чтобы они показывали, что тебе нужно. И вот на клавиши, это клавиши клавиатуры. Это клавиатурка. Нет, это вот одна маленькая клавиша. Я говорю, это клавиатурка, вот то, что мы видим, это приближенная клавиатурка. Да, да, да. И вот на клавиши играют во второй Doom на 30 фпс. Зачем? Потому что могут. Действительно. Теперь, следующий шаг должен быть такой. На каждом экранчике, на каждой клавише максимуса запустить по дому с друзьями. Собери друзей. Мне это кажется очень странной, абсолютно бестолковой идеей, но звучит задорно. Ты просто ничего не понимаешь в развлечениях настоящих. есть такой вариант. А, вот сейчас другой вариант развлечений будет. Тоже не понимаю их, ну да ладно. Следующее, ну поскольку вот эта прошлая новость была коротенькая и все равно мне все объяснял Федя, а я вам ничего не рассказывала, зачитаю следующую новость. Актрисы Бразерс поиграли в Мафия 3. Все, это новость. Мы живем в таком мире, что вот это является новостью, друзья. Мне нравится скорее определение актрисы Бразерс. Но они же... При этом, что самое любопытное, вот вы можете посмотреть на них и подумать, ну что же это такое, это какая-то пошлость. Но нет, например, вот та, которая справа... Ты узнал ее? Нет, я не узнал ее. Она реально довольно-таки упортый, упертый геймер. То есть она сечет фишку, она вот это все, то есть из этих трех людей, которые там сидят и будут сидеть, ничего об играх не знает, только вот женщины, которая слева. Слева которая? От нас и для нас или... Для нас, да. Слева. А парень с другой опытной геймершей будут ее подстебывать. То есть парень это геймерша в этой троице это пушкарь, а вот та, которая слева это Аня. Я бы не хотела проводить такую аналогию, прямо скажем, но мне даже немножечко лестно. Хорошо. Чуть-чуть совсем. То есть я, честно говоря, возьму пример с Васей и скажу, что я даже не знаю, как прокомментировать то, что Brothers решили устраивать такие летсплеи. Это довольно задорно. В этом есть своя божья искра, мне кажется. Парень тоже актриса. Парень выглядит чертовски довольным, надо сказать. Мне кажется, вот кто кто получает удовольствие от реализации этой идеи, так это вот этот парень. Мне кажется, ему неловко в ходе этого ролика очень много раз. И он усиленно старается это скрыть. Ну, у него практически получается. Да. Да. Единственное, жалко, что их заставили играть в Третью Мафию. Какой наброс. Я думаю, они еще и не такую порнографию видели, Федор. Затащила. Так, немного киномании, потому что вот у нас просачивается Дима Шапилев в наш новостной выпуск. Сейчас он должен просто из-под стола такой хоп. Новость, собственно, короткая. Помните, был отряд самоубийц, с которым связаны океаны страданий и нелепостей. И там само по себе очень-очень интересная история с точки зрения индустрии, потому что так фильмы делать нельзя с досъемками и переделками сценария в последние моменты из-за трейлера. Черт побери. Ну, в общем, тут новость для всех, кто еще верит и надеется в кино от DC. Есть замечательный комикс, который рассказывает о трех роковых женщинах из мира Бэтмена, собственно. Вы их можете видеть прямо здесь. В сиренах Готэма. Да, сирены Готэма. И теперь по ним будет фильм от того же режиссера, но при этом с участием... Мы опять увидим Марго Робби в роли Карли. Но теперь Марго Робби, которая, собственно, как многие соглашаются, один из лучших кусочков отряда самоубийц. Потому что там все кусочки были серенькие, она была там, типа, немножечко с оттеночком розово-синего. Она теперь будет принимать непосредственное участие в съемках уже как администратор, в том числе, помимо актерской работы. Вот. Так что вот они такие веселые стоят. Может быть, что-нибудь получится, но я, честно говоря, в это я не верю. Хотя комиксы довольно хорошие, по которым это сделано. Потому что Харли Квинн нам показывали уже, нам показывали уже ищенечку. Ну и Плющ нам показывали вообще-то. Ну, Плющ нам показывали давно, когда нам Плющ-то показывали. Ты что, не помнишь? Замечательную, замечательную совершенно Бэтмена. Кому-то надо пересмотреть. Это я до сих пор помню в детстве, как мне казалось тупым эту тему, когда ядовитый Плющ целует Робина для того, чтобы поставить его под свой контроль. губами? Да-да-да. И он такой как я тебя обманул. Вот видишь, и ты помнишь. Ну, это было давно. Да, это было довольно-таки давно. Я думаю, теперь Плющ будет хат-хат-хат и не такая глупая. Она была нормальная. Ну, в этот раз я надеюсь, ее хотя бы нельзя будет провести накладными губами. Всех можно провести накладными губами, ты уж поверь мне. Как будто бы Федор очень большой опыт в обмане с помощью. Тут маленький кусочек информации про то, о чем это будет собственно. По крайней мере, точно сказать нельзя, но комикс о чем был. Все происходило после предполагаемой смерти Бэтмена, когда женщине-кошке удалось завладеть деньгами Брюса Уэйна. Вот наверняка троица злодеек найдет что интересного поделать с этими деньгами. Не будет так. Прям вот в продолжение того, что ты сказал коммент из чата. Весь фильм они будут шопиться и обсуждать мужиков в кофейне. Это в целом тоже довольно свежо было бы. Если бы, да, это было бы лучше, чем среднестатический фильм в DC. Подобающие отыграли, обыграли, фу, отыграли. Было бы довольно клево. Я бы даже посмотрела на это. Как три суперзлодейки после смерти Бэтмена отобрали на него деньги. Все сидят кофе и сигареты только с злодейками из DC. Засмотрела. Еще один фильм. Вам сейчас про еще один фильм расскажет Аня. Ну как и расскажу. Вышел трейлер Дюк Нюкера Кристофера Нолова. Что? Кого еще раз в трейлер вышел? Тьфу. Я про... Что я прочитала? У меня Дюк Нюкер. Что это вообще? Аня. У меня в голове до сих пор накладные губы Робина вместо мозга. У всех у нас. И причем даже не Дюк Нюкер а Дюн... Все забейте забейте пожалуйста на то что я сейчас сказала Дюнкерка да ой все очень плохо у меня уже надо жрать по утрам а не сидеть на голодной диете да я бы не отказался честно говоря от какой-нибудь еды но это все потом уйдем есть после эфира так вот вот то самое таинственное слово которое я не пыталась очень долго произнести это Дюнкерк это очень хорошо ну то есть тут как у Нолана новый фильм про который много говорили теперь можно посмотреть составить какое-то впечатление о том что это будет фильм про войну ты знаешь про Дюнкеркскую операцию в которой операция Динамо да естественно и самое интересное что я даже читала эту новость перед тем как прийти на фильм то есть я посмотрела этот ролик фантастика да это высокий профессионализм беру пример с тебя да просто если вы и не знаете это одна из таких фантастических и странных и у нас не очень известных историй Второй мировой из 40-го еще года просто потому что это было до того как началась заваруха которая касалась непосредственно нас там немцы в французском городе Дюнкерке зажали более 300 тысяч союзных войск то есть там были французы бельгийцы англичане им собственно отступать было совершенно некуда можно было отступать только в море и устроили совершенно фантастическую эвакуацию для этих войск использовали все суда которые вообще были для того чтобы Британию вывезти при этом чтобы вы понимали немцы наступают со всех сторон причем бросают танки элитные дивизии свои СС в небе чудовищно идут бои где как раз спидфайеры показали свою мощь впервые то есть там постоянно 24 на 7 идет Мочилов повсюду и части которые дерутся с немцами прямо вот в пределах города они как бы откидывают буквально на считанные какие-то полчасы на часы отступают грузятся на корабли а рергард идет вперед драться сдерживать как раз вот это наступление и они смогли это сделать хотя никто не верил что это не будет возможно название военной техники тех времен у меня аж сердце замирает вот кому нужно заниматься обзорами на War Thunder и World of Tanks не поэтому я кто-то спрашивал Аня опять не поела друзья может быть у вас есть какой-то совет как мне с этим бороться каждый раз когда я встаю утром я не могу заставить себя есть мне очень не хочется у меня прям такое ощущение что я кушала вот буквально 5 минут назад а на самом деле 5 минут назад я еще спала если кто-нибудь знает метод борьбы с этой фигней а как раз когда я приезжаю на работу я чертовски начинаю прям просто бери с собой яблоко и банан и все будет хорошо ничего с ними делать и я есть просто даже по дороге и отработает ты знаешь что в электричках есть нельзя и в метро тоже можно съесть я постоянно ем я потребляю очень много вирусов и это хорошо тут в чате мы сейчас вернемся к вопросу питания Анны в чате пишут про героическое драпанье в принципе это хорошее описание для того что происходило в дюнкерке но если почитать хронику то там это какой-то клубок совершенно крутых историй в том плане что когда например посылают небольшой отрядик чтобы встать на пути у огромного просто немецкого воинства и они там как-то стоят как-то это делают чтобы их товарищи могли погрузиться на лодке и спастись потому что ну там считай все регулярные части британские были вот так что это может быть может получиться очень сильная очень мощная история посмотрим как там у Нолана все вышло они все просто скоро у тебя будет гастрит и ты будешь трескать кашку сразу как только проснешься да не то чтобы у меня скоро будет гастрит гастрит у меня уже есть так что неактуальный советец кстати очень хорошие советы посыпались в чат да я не понимаю как работает выпить с утра воды очень очень хорошо работает ну то есть это обманывает желудок это правда пока ты едешь забудь просто когда сюда прижечь нужно успеть выпить горячую чаю с сахаром чё 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 когда слова путаются в голове это хорошо а не завтракай бупу нп 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 чё 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 Чувак с гастритом, который не может по утрам завтракать Ты понимаешь мою боль Именно поэтому давай побыстрее расскажем еще две новости И пойдем есть, Федь Давай Я хочу И трейлер «Гадкий я» написан «Гадкий я-3» написан у меня в новостях Но это всего лишь значит, что вышел еще и трейлер «Гадкий я-3» Который отлично идет на контрасте после Дюнкерка Да Тебя как вообще эта новость? Смотри, вот это есть такое Вот третья часть франшизы Это обычно именно та часть На которой начинаешь видеть качество и уровень То есть нет, поэтому никак Это пережевывание бесконечное одно и то же Хотя первый мультик мне нравился Да, первый был ничего Просто Меня, знаешь Интересно, что ты сказала пережевывание Учитывая, что происходит в этом трейлере Очень тонко, Анна Да Я тут не просто так Кстати, вот там сейчас был чувак в пузыре Это вот как раз про этот костюм Елочные игрушки Говорили в Hitman В Чарли школной фабрике тоже неплохая была жвачка Да Я с тобой совершенно согласна Знаешь, за что я ненавижу, гадкий я? За то, что после него Что происходит в этом трейлере вообще? За то, что после него все начали дико хайпить миньонов Ненавижу Интересно, я спокойно отношусь к миньонам Это очень тупая идея У меня есть младшая сестра С которой у нас 14 лет разница И вот когда ты приходишь, это маленький светлый ребенок Миньоны, смотри, я миньоны сделала, сплелась бисера А еще миньоны Отличная работа Ну Нельзя не похвалить их за создание столь сильного образа Захватившего умы и воображение Почему миньоны нравятся детям? Они же, они не разговаривают У них очень тупые кошные шутки Не можешь понять, потому что ты не ребенок уже Вот она, детство ушло Это очень здорово, когда все говорят о какой-нибудь старой игруле, которую я не помню Все редакции мне говорят Ох, это потому что ты вообще только школку закончила Мелочь пузатая А как только я говорю, что миньоны это супер тупая идея Ну это потому что ты уже слишком взрослая Че, как это работает-то вообще? Ну так это все время неудобно Это ужасно Миньоны крутые и смешные Мы нашли любителей миньонов прямо здесь Прямое включение Дима Катришов говорит, что миньоны крутые и смешные Что ты еще нам расскажешь? Закапывай себя поглубже, Дима А ты умеешь изображать миньонов, кстати? А кто умеет изображать миньонов? Я знаю несколько людей, которые... А там, вот, ладить в глаз и отрезать себе... Это самый странный косплей на миньона Кстати, вот зачем нужны миньоны, если есть бешеные кролики Рэймона? Это правда Рэймон, Рэйвинг, Рэббитс были прекрасны Да, вот, кстати, тебе согласна Нет, миньоны, они овер-расхайпленные Овер-расхайпленные Вот это вот шутки с бананами какие-то странные Поаплодируем тем смельчакам, которые пишут в чат, что миньоны зачетные Вы, вы хороши Просто мы скучные Да, просто, просто мы скучные И для того, чтобы не оставлять вас на кино и миньонах И на вот этой всей странной хренате Да Мы просто расскажем небольшой анекдот, который всплыл на недавней Бафта в Великобритании Там комьюнити-менеджер Первый Фейбл рассказал следующий анекдот Повисла драматическая пауза Собственно, мы до сих пор время от времени освещаем эти истории Вы читаете эти истории про то, как что-то слили из игры И потом из-за этого у разработчиков куча проблем Им нужно раньше анонсировать игру Или вот мы уже миллион раз знали предполагаемую дату релиза Андромеды Из-за ошибок различных интернет-магазинов Из чего им приходится раз за разом про это говорить И у Фейбл, у Первой во время работы над игрой Была довольно-таки отвратительная ситуация Им написали какие-то ребята Которые сказали, что у них есть скриншоты из игры Еще не готовый В том числе скриншот, на который главный герой Там протыкает голову какому-то мальчику Ну, в общем, все не очень хорошо И то, из чего, в общем-то, собственно, в игре не было Какие-то рабочие прототипы И что сделали разработчики? Что они придумали с этим сделать? А вот что Они, поскольку это сообщение было написано им на форуме У них был IP того, кто написал Они стали, используясь своими знакомствами и связями, выяснять, кто это был Нашли, кто это был в действительности Это оказался 16-летний парень Они нашли про него всякую информацию разную Про его школу, про родителей Вплоть до информации до того, какие стихи он читал На каком-то вот этом своем мероприятии в школе И опубликовали пост, который начали Вступительными строчками стишка, который он читал Сказали, как бы послание было примерно такое Прикрывайте эту всю вашу лавочку Иначе мы расскажем твоей маме И это сработало Собственно, Сэм Ван Тилбург, который рассказывал эту историю, комьюнити менеджер Фейбл Он говорил о том, что потом многократно встречался с этим парнем на всяких мероприятиях, связанных с игрой И как бы из него вырос приятный и молодой человек в конечном итоге Так что, знаете, что самое главное, это вот угроза рассказать маме Я бы до сих пор испугалась такой штуки Ну, представляешь, вот это как люди гадости в интернетах творят А потом это все маме сольют Ну, это неприятно в любом возрасте Пожалуй Любопытно еще то, что юридическому отделу в Lionhead Games Они рассказали о всей этой истории только после того, как все разрешилось И юристы хотели со всех снять скальпы и похоронить заживо Потому что все могло закончиться не так, конечно, лучезарно Но вот все получилось Ну, в итоге получилось весело и задорно Весело и задорно Да, нарушение там прайвеси и конфиденциальной симптомации Да ладно вам, задорно Все равно задорно Серьезно, ну что на 16-летнего парня можно такого накопать, который занимается тем, кто распространяет Неважно, что можно и нужно ли? Вот это важный вопрос Но в итоге они же воспитали из него человека такими Просто ужасными методами Да Мораль, наверное, такая, что даже вот иногда из нелепых таких странных историй Ладно Выходит что-то хорошее Я расскажу в связи с этим историю из своей жизни Ну давай Это очень странная история И не то, чтобы я ей горжусь, но однажды такое приключилось У меня на странице ВКонтакте Что происходит? О, ну да, конечно У меня на странице ВКонтакте есть такая вкладочка, как у вас у всех Видеозаписи И туда я заглядываю очень редко, ничего туда не добавляю Короче, давно заброшенная такая штука Вот, и там под... все знают вот этот вот спам Типа, оставь этот комментарий под десятью записями Или твоя мама умрет И вот однажды такой комментарий появился под моим видео А я, честно говоря, очень не люблю такого рода спам Но он бестолковый, дебильный какой-то, отвратительный Ну просто меня корежит от него Если не лайкнешь этого кота в первые семь секунд Да, да, то ты гей Окей Спасибо Блин, мне так тяжело было определиться все это Спасибо, интернет Вот, и я посмотрела, собственно, кто... Кто оставил этот комментарий, зашла на страницу Там девочка, 13 лет, вся такая маленькая Ну, по фотографиям такая маленькая Там ее какие-то маленькие подружки ей пишут Я думаю, блин, ну вот ребенок делает глупость Надо ему как-то об этом сообщить, причем не задев его маленькие детячие чувства Я ей пишу, что, типа, девочка, здравствуй, тебе реально 13 лет? Она такая, да, мне 13 лет Или 12, что-то такое Мне там 12 лет Она такая, умри Нет Я говорю, ну ты же понимаешь, вот ты оставил мне такой комментарий Ты же понимаешь, что это глупо И если ты оставишь этот комментарий, твоя мама не умрет Если ты не оставишь этот комментарий, твоя мама не умрет Твоя мама умрет, если КамАЗ, например, собьет Ты понимаешь это? Она такая, ну, я понимаю, но это, я такая, типа, реально, перестань маяться фигней Пыталась ей как-то объяснить, что это спам, что это нехорошо За это банят в сообществах Ну, в общем, как-то разложила по полочкам ребенку, почему он делает что-то правильно Ну, дело ребенку, представляете? Вот И на что она мне сказала Пошла в жопу Кинула меня в ЧС И еще целый день написывала мне всякие грязные ругательства Описывала, какая я нехорошая, мерзкая вообще И как мне нужно брать с нее пример И вообще я старая мразь И нет у меня чувства вкуса И вот, знаете, обычно... Ведь она была права Возможно, возможно Но в тот момент я думала только о том, что я чертовски оскорблена И я... А не умеет водить КАМАЗ Это была угроза Практически, да И я не нашла ничего лучше Чем, в общем-то Я помнила примерно какие-то данные с ее страницей Но зашла с другой страницы со своей Потому что мою основную кинули в черный список Зашла с другой страницы Пролистала страницу этой маленькой девочки Нашла ее подружек, ее учителей Ее школу Где она учится рисованию Где она танцует Вот, в каком коллективе И, собственно, пыталась найти родителей Для того, чтобы скинуть всю эту переписку родителям этой девочки Но родители, зараза, никак не находились И тогда я написала официальное письмо Зашла на сайт ее школы Нашла его Написала официальное письмо О том, что им срочно необходимо Прочитать лекцию своим ученикам По поводу того, как вести себя в интернете Потому что, видите ли, дети ведут себя в интернете Как говноеды И совершенно ничего не понимают Где я писала ситуацию Назвала все явки и пароли этой девочки После чего где-то через неделю Мне ответила ее школа О том, что, да, у нас есть такая ученица В общем, мы донесли до мамы Донесли до руководства школы Девочку забанили во ВКонтакте И, в общем, мама очень недовольна И приносит вам свои извинения И вот тогда я с чувством выполнила долго Я... У меня двойственное ощущение от вот этого рассказа Я оставила эту историю Я пока слушал, как говорят Я думаю, ах, ну и занудство Ну вот она и запарилась наказать маленькую девочку А с другой стороны, ну как бы Вот Если не подрываться, то ничего и не изменится А может быть у девочки и будет из этого урок На самом деле, мне кажется Это действительно не круто Что дети, да и многие взрослые Не осознают, что если они в интернете То нельзя заходить на стрим Какой-то рандомный там Какому-то рандомному стримеру И писать ему Эээ, ты умри от рака И выходить оттуда Это неправильно Если ты в интернете Это не значит, что можно вести себя как говноед Извините, пожалуйста Вот Хотя иногда кажется, что можно Иногда Но это всего лишь иллюзия Поэтому ведите себя хорошо и будьте лапушками Тетя Аня Да А то я расскажу все вашей маме Ведите себя хорошо Иначе тетя Аня расскажет все вашей маме Да Анна, извините меня, конечно, но вы зануда Я уже ищу Я уже ищу адрес твоего рабочего места Очень точно Я не знал, что у нас есть гифка с Аней Что? Но она есть Перестань немедленно Ладно Мы вот где-то, наверное, на уроке морали предостережений От тети Ани и закончим Так что ведите себя хорошо Не ведите себя в интернете как говноеды Иначе Аня расскажет обо всем вашей маме Да И играйте в хорошее В лучшее, то есть Да? Будьте хорошими мальчиками и девочками Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok